Ну что, привет интернет! А у нас сегодня в студии очень интересный человек. Я, Кость, читаю тебя уже не первый год, слежу за твоей более чем интересной деятельностью. И вот, наконец-таки, удалось тебя заполучить на интервью. Очень рад тебя видеть. Кость, здравствуй. Приветствую. У нас Константин Авершин в студии. И давай начинать будем вопросы. Константин Авершин, мы знаем тебя как такого удачливого, продвинутого ресторатора. То есть, давай поймем, как получилось вообще с этим ресторанным бизнесом, потому что, судя по всему, по образованию ты не ресторатор. Ты знаешь, Слав, здесь момент какой. Вот лично мне вот этот ярлык ресторатор, он очень не нравится. Почему? Объясню. Волей и случая получилось так, что пришлось заняться чем-то. А сколько лет уже? Шестой год. Ну вот, на минуточку. Нет, я объясню. Нет, на данный момент ты, наверное, прав. Нет, нет. Ресторатор, это гораздо, знаешь, я уже как бы копнул, занырнул, понял, что это гораздо более глубокое такое понятие и несколько такое всеобъемлющее состояние души. А я таковым не являюсь. Я скорее вот занимаюсь чем-то, что мне нравится на этот период времени, как очередная такая веха. Поэтому, когда говорят, вот ресторатор, ну я не ресторан. Ресторатор, это Новиков, это там, я не знаю, бульдозер групп, вот такие вещи. Нет, ну тем не менее, ты управляешь несколькими весьма успешными ресторанами. Последние шесть лет они постоянно на слуху. Я не знаю, что с этим делать. Да, я вот как за что купил, за то продал, как говорится. Потому что Авершин, это центр Алматы, да, то есть большой серьезный проект. Ты руководишь ему? Мы центр Алматы, к сожалению, свернули этот проект. Свернули мы его в части, касающейся именно ресторана общественного питания, объекта. То есть, мы его свернули, да, потому что, ну там существуют свои объективные причины к этому, потому что сейчас вот именно этот сегмент ресторанного бизнеса в свете последних печальных событий. Сейчас хорика упала, да? Она сильно упала, да, и поэтому мы вернемся к этому вопросу. Бренд зарегистрированный, но тем не менее, направление центра Алматы, он продолжает развиваться, уже в части, касающейся именно моментов, вот именно в рамках общественного движения для Алматы. А как вообще вот, ты можешь вот прокомментировать то, что сейчас вот происходит вообще вот в ресторанном бизнесе, ну это, знаешь, вот, как говорится, новость из полей, то есть, мы стараемся, знаешь, вот актуальную информацию получать. Вообще, вот, ты видишь, там, ну, подупало, все ля-ля-ля, то есть, вообще, что сейчас в хорике происходит, в твоем ощущении? Ты знаешь, ну, как и везде, то есть, хорика это все... Ну, да, смысл в том, что, как бы, это просто грань нашей с вами жизни, да, и объективности какой-то такой, поэтому все то же самое, что происходит в обществе, происходит в хорике. Ну, ты сам знаешь, когда человек, допустим, тяжеловато становится, он отказывается в первую очередь от каких-то таких вот, ну, скажем, приятных лишних вещей, да, то есть, начиная думать более о насущных проблемах, поэтому развлечения и сфера услуг, к сожалению, уходят на второй план. Ну, а вот в начале интервью прозвучало, я бы не хотел, ты сказал, да, что я не хотел бы, чтобы вот, ну, меня позиционировали вот как ресторатор. А, хорошо, Костя, а вообще, вот, ты как себя вот видишь, да, то есть, это, потому что есть, я точно знаю, что есть Константин Авершин, очень серьезный общественный деятель, да, то есть, почему, потому что, ну, кстати, вот, бог даст, мы выпустим эту программу в пятницу, давай поговорим чуть-чуть о той, о той казане, то есть, это, потому что первый той казан, он надел очень много шуму, то есть, мне особенно было интересно, вот, когда наши все фейсбучные девушки переоделись в национальные костюмы, это было вот просто вау, потому что мы их тут видим в ленте, и тут, слушай, так красиво, так здорово, в эти же выходные это получается. В субботу проводится у нас фестиваль, это третий той казан уже будет по счету, да, значит, ну, вот, оргкомитет, он остается неизменным, это Бик Муркисиков, ассоциация франчайзинга, Ирлан Стамбеков, как вдохновитель и непосредственно, в смысле, наш старший брат, это общественно благотворительный фонд Парыз, люди все, в смысле, с такими вот правильными жизненными приоритетами и позициями, ну, и наше общественное движение «Ялматинец», которое на сегодняшний день уже тоже достаточно, как бы, приобрело свои такие вот четкие очертания, формы и несколько подразделений у нас. А можно вот чуть-чуть поподробнее об общественном движении? Я так сильно далеко не иду, просто мы решили, что надо что-то делать, раз надо что-то делать, надо начинать с себя. Система. Да, начали, то есть, есть определенное количество единомышленников, которые собрались в один прекрасный момент. А когда вы это поисколько уже? Ну, знаешь, вот прям в рамках общественного движения это где-то уже полтора года. Вот, потому что сначала это было просто, вот, как я уже сказал, кучка единомышленников, там ходили, делали субботники какие-то там и все остальное. Вот, а потом стало понятно, что спасение утопающих, делая рук самих утопающих, и мы решили как-то, ну, люди действия, в принципе, все. Поэтому создали, и общественное движение, оно разделено на несколько подразделений и направлений. То есть, у нас ребята, каждый занимается своим делом. А туда как вообще вступить? Это же как общественное движение. То есть, у вас какая-то группа, получается, есть в Фейсбуке или как правильно? Ты знаешь, мы начали, в принципе, с Фейсбука, да. Но я понял, что все-таки Фейсбук – это социальная сеть, и непонятно, что с ней будет завтра. И, если честно, в последнее время Фейсбук становится все больше какой-то такой негативной энергетической плавакой. Слушай, как хорошо. Мне очень нравится, что ты это сказал, потому что я вот недавно просто написал, я устал читать, понимаешь, но вот эти скриншоты обменников, слушайте, ну, я же тоже не инопланетянин, я вот это все знаю, я так же попадаю на бабки, да. Но просто мне видеться, я вот это в посте написал, бессмысленно, понимаешь, создавать вот это ощущение всеобщей паники, потому что, ну, это путь точно ни в куда. Ну, ты знаешь, может быть, это и где-то и есть как бы основное призвание этой социальной сети, потому что я экспериментировал очень много с Фейсбуком и пытался как бы анализировать со своей колокольни, опять же, да. И одно время как-то там и тоже и в негативы вступал, и чувствую сам по себе, что, например, накипело что-то, охота куда-то ее выбросить. Но не надо забывать, что это бумеранг, и выбрасывая негатив, ты получаешь его вдвойне. Соответственно, я пытался после этого выбрасывать только позитив, что называется, там, котиков постить и все остальное. Потом понял, что это не совсем мое, и как бы я от этого отказался. На сегодняшний день я рассматриваю Фейсбук никак иначе, как просто средство доведения определенной информации до людей. Он жрет массу свободного времени, я заметил, что становишь, грубо говоря, меньше читаешь, получаешь информацию из альтернативных источников, концентрируешься на Фейсбуке, и, ну и раз, кажется, такое ощущение, что вот все, что происходит в мире, это Фейсбуке, но это неправда. Это иллюзия. Это я вот точно понял. Поэтому сейчас Фейсбук, это только по бизнесу используется, и какие-то моменты общественного движения. Вот. Соответственно, в смысле, надо уходить по флайлу. Что надо делать, чтобы вступить в общественное движение? Надо что, заявку? Тебе в личку надо писать? Можно мне в личку написать, а желательно просто, ты знаешь, очень много людей, кто последние, вот, кстати, события, связанные с сошедшим сельевым потоком. Я помню, как ты прошел две недели. Ну, если не мы, то кто? То есть я алматинец, я патриот этого города, и я должен был первый реагировать и показывать, как это надо делать. Так получилось, что я оказался здесь. Наши ребята, без исключения, в смысле, все активисты, все были там. Это и показатель. Здесь, в принципе, и отсеивают. Мы очень системно и четко там отработали. Причем, это, знаешь, это не селфи были на фоне, да, там, селя там, а там реально, ну, похалили. А там, знаешь, не до селфи было, на самом деле. Да, я бы селфи был. В смысле, честно. Я сам просто половина не был в городе этот период. Я бы и сам с удовольствием поехал, да. Просто я бы получилось так, что, ну, мне там, ну, неудобно мне 200 километров. Пришлось бы ездить туда, волонтером работать, как-то далековато. Но за вашей деятельностью я очень следил. Получается, смотри, то есть общественная деятельность, она не только не закончится, но она будет, наверное, шириться, разрастаться. Я тебе больше скажу. Сейчас, что называется, как бы, вы все знаете, и это никому не секрет, что у нас новый Аким. Да. Аким города. Аким города, который пришел из среды алматинцев. Он самый алматинский алматинец, что называется. Мне очень не нравится, что сейчас пошла такая тенденция. Человек еще себя никак не зарекомендовал. Его начинают троллить. И да, ну, и тут эти вот писаки диваны. Слушай, быстро вклинюсь. У тебя какое-то немножко разочарование от Фейсбука. Я вот прям вижу, знаешь, вот такое вот она. Видимо, ты в свое время очень большие какие-то надежды на него возлагал. Нет, какие надежды можно возлагать на социальную сеть? Не то, чтобы, знаешь как, в последнее время, например, когда Фейсбук только начинался, он был такой весь на позитиве. Написал хороший пост, получил хороший отклик, все. Сейчас что-то не напишешь, обязательно найдется какой-нибудь комментатор, который тебе начнет там, в общем, ну, мягко говоря, парить мозг. Да, когда ты, я допустим, воспринимая это достаточно близко к сердцу, я предлагаю человеку провести встречу оффлайн. Это не значит, что мы собираемся там с ним. Я действительно, знаешь, по моему глубокому вежрению... Нет, смотри, Слав, ты не понял. Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда человек в сети, допустим... Богатый. Ну, богатый, ладно. Он как-то так вот весь такой агрессивный. Мы встречаемся, я потом понимаю, в чем истинный посыл, почему он такой. Мы разбираемся, мы жмем друг другу руки и становимся, если не настоящими друзьями, то, по крайней мере, доброжелательно относятся друг к другу. Хороший смысл. Да. Но смысл в том, что именно в социальной сети пропадает вот эта вот какая-то... Создается иллюзия там... Вседозволенности. Вседозволенности, да. И человек, может быть, иной раз там весь на негативе пришел, написал, а по сути он не такой. И мы не имеем права судить. Поэтому в оффлайне все вот эти... Я вот сколько раз ей с защитником Кокжа Ляу, в принципе, предлагал, давайте встретимся, это все обсудим оффлайн. Все вопросы решаются в реальной жизни. Сеть – это только маленький мазок к общению человеческому. А мы должны людей как можно больше выдернуть именно в оффлайн общение, тогда... Слушай, даже тебя получается, да, в фейсбуке пинать вам удается. Ну, ты знаешь, как пинать. А только, по-моему, брутальный образ, да, и такое видно же, что... Не балуйся, в смысле, это как... Ну, нет, здесь же не в этом дело. Пинать, конечно, мы никому себе не позволим. В этом тоже, извините, на минуточку, понимаешь, это же, ну, там, сильно-то идиотов, по-моему, в фейсбуке-то тоже, ну, они есть, но немного. Ну, как правило, это фейки. Да, люди, которые скрываются или там за чужой какой-то фотографией и все остальное. Понятно, понимаешь, если взять вот СССР, я же внимательно там слежу, да, там, уже пару-тройку лет, то есть непонятно за что тебе, что тебе вообще можно предъявить-то. То есть, ну, вот даже вот с точки зрения, знаешь, вот этих вот фейков, да, ну, человек работает, человек очень много там делает, там, общественные вещи, там, то, сё, ну, что... Ну, знаешь, вот, например, просто на пальцах последний раз я сбросил такой пост, да, на самом деле, девальвация, сложно, всё, всё это я понимаю. И я написал так, что, ребят, ну, вы меня извините, понятно, что сложно, но нельзя разбрасываться святыми понятиями, такими, как Туганжер, то есть родная земля, да. Родная земля – это вне материальных понятий, что бы ни происходило, там, не дай бог какие-то там, ну, более сложные испытания, а все, которые пишут, всё, я завтра уезжаю, зачем об этом писать? Ну, тогда просто молча вали. А если я уезжаю, и мне, как контраргументы, начинают писать люди, вы, Константин, там, что это такое, вы там весь на позитиве, страна там в жопе и всё остальное. Страна в жопе, я на позитиве, я же не могу, как бы, ну, я, наоборот, должен заражать, в смысле, позитивом, потому что в нелёгкое время люди должны объединяться. Наоборот, стараться быть добрее, уходить в другую тему. Меня, знаешь, что напрягает, я вот тоже об этом говорил, вот мы с Канатом-то себе как бы об этом говорили, сейчас люди ошибочно, на мой взгляд, они начинают путать понятие родины и государства. Совершенно верно, совершенно верно. Слушайте, сейчас в Акапе государство неправильный менеджмент делает. Совершенно верно. Опять же, скорее всего, там, по большей части, там, ну, не знаю, там, короче, это факты, да, там, сейчас немножко всё сложно, да, но, а при чём здесь родина? В смысле, от того, что куст упал, это не значит, что я алматинцем перестал быть. Я здесь родился, я на этой улице дрался, тут я целовался, тут, понимаешь, у меня каждый карагач, я готов его там обнимать и целовать, а при чём здесь? Ты знаешь, нас многие обвиняют, типа, пишут, ребята, вы не забывайте, что кроме Астаны и Алматы есть другие города. Я с вами полностью согласен. Ну, мне что, например, очень нравится, ребята, вот, с Шимкента, да, вы где-нибудь видели, чтобы шимкентский парень ходил и хаял свой город? Я не видел, не знаю, может быть, с кем-то там другими как-то это, но вот тот, кто там родился, вырос, никогда себе этого не позволяет. Более того, они друг друга стараются поддерживать, это очень правильная корпоративная этика, понимаете, нам надо это развивать в Алмате. Алматинцы, да, что греха таить, они разные, ну, судить надо по лучшим представителям этого города. С на бизнес, всё остальное, кому-то это присуще, не знаю, все, с кем общаюсь я, это совершенно, как бы, адекватные и нормальные ребята. Понятно. Кость, вот, я понимаю, вопрос этот такой, но ты вот, давай так договоримся, ты на него отвечай в том, как бы, размере, в каком ты захочешь, но просто у тебя линия армии, знаешь, как на руке, линия судьбы, понимаешь, что-то, то есть линия армии, она, опять же, в твоей ленте очень чётко прослеживается. Я вот помню, ты делал абсолютно вот этот одуренный выезд, когда ты повёз девчонок там на этот, на полигон, вот этот, в Капчике, да, по-моему, была, в ДШБ. Мы целый ряд, да, таких мероприятий провели. Ты знаешь, здесь какой момент, на что греха таить? Кто-то говорит, я, например, я офицер, уходил капитаном на дембль. Смысл в том, что кто-то говорит, например, вот, сейчас я буду ходить и там шифроваться. Рано или поздно это всё равно где-то вылезет, что это погон, и начнётся вот этот ненужный троллинг. Вот, да он оказывается и всё остальное. Я нарочито подчёркиваю то, что я присягу воинскую, именно воинскую присягу давал Республике Казахстан. И вне зависимости, то есть от складывающей ситуации, то есть военный и офицер, он присягает один раз жизни. И как бы это, у меня вообще каста, она военная в пятом поколении. И поэтому тут скрывать, я, например, специально 9 мая я прихожу в форме, потому что как бы это там не воспринималось и кем бы это не воспринималось, мне это неинтересно. Это большая, как бы, скажем так, жизненная стезя, которую пришлось пройти, и благодаря именно каким-то войсковым моментам сформировался тот Константин, которого вы знаете. В этом году это ад был вообще на 9 мая. Для меня это тоже, знаешь, для меня это архи неприятно. Вот у меня дед мой, Павел Павлович, Садство Небесное, тоже прошёл три войны. Финскую, Великой Отечественную, да, там, и чуть-чуть там даже, ну, чуть на японскую там практически не уехал, да, то есть он там всю жизнь баночкой ходил, потому что у него там прокол от мочевой пузыри штыком, да, то есть. Вот, и для меня, ну, я не понимаю, в смысле, то есть, это сейчас вот какая-то идёт, блин, подмена понятий. Ну, слушай, ну, ты знаешь, это же не наша тема, нам навязываемая извне. В том числе, вот вопрос с гвардейской ленточкой. Я, например, никогда эту тему не политизировал, я нарочно об этом пишу. То есть, если действительно георгиевскую ленточку воспринимают как ленту оккупантов, ну, это же ваше восприятие этой ленточки. Я, например, всегда помню, что дед у меня ходил в Орден Славы, и он всегда, в смысле, именно эту ленточку носил на Орденской колодке, мой Аташка. Поэтому не иначе, как ленточка, в смысле, я даже не вижу смысла, да, сильно уходить в глубокие споры, ломать копию там на этом и всё остальное. Я, конечно, извиняюсь, но программа по чесноку, поэтому я и буду говорить именно так. А я не вижу проблем. Слушай, ну, а что тебе? Понимаешь, вот тоже интересная вещь, да, то есть, вот у нас, если кого-то назвать манкуртом, люди очень, ну, я не знаю, допустим, для казаха название его манкуртом, это, ну, очень серьёзное оскорбление, да. Но, получается, тебе что, нужно тоже тогда манкуртом становиться, забывать, что твой дед эту колодку носил? Понимаешь, это неправильно. Вот хоть вот так, вот хоть вот так. Нет, понимаешь, здесь момент, мне кажется, в другом. Это всё навязывается, а люди просто ведутся на вот эти все моменты. И наши деды всегда говорили, что сила это в единстве, да. Куатмос Барликте, есть казахская вот такая слава. Кстати, в чем ты с казахским языком? Я так, потому что по ощущениям чувствую, что ты говоришь, да? Я говорю, ну, у меня, во-первых, мама казашка, во-вторых, у меня супруга из славного рода Конрад, поэтому я, как бы, язык государственный знать любой обязан. Это дань уважения именно родной земле. Я себе не отделяю, я именно, в смысле, патриот своей страны, не какой-нибудь другой. Что бы там не пытались говорить и всё остальное. И я считаю, что сила именно нашего многонационального Казахстана в единстве. Есть много моментов и нюансов, об этом можно говорить бесконечно. В том числе мы ведём эти беседы с ребятами, именующими себя национал-патриотами. Это ребята, в смысле, адекватные. Я не говорю о тех, в смысле, кто там кричит, там, и шашка машет. А с адекватными мы общаемся, мы друзья, мы братья, мы живём на одной земле. И мы один народ. Поэтому эти понятия мы должны вынести на своих плечах сквозь вот это шумное и сложное время. Нас всех напрягает, к примеру, Украина. Что происходит сейчас там? Ну это, я не знаю, у меня там и родственники, и друзья. И я туда ездил и смотрел, в смысле, я общался с людьми на месте, знаю альтернативную точку зрения. Я имею в виду казахстанской. Я не беру россиян и всё остальное. Там тоже и ура патриотов хватает, и всё остальное. Но смысл в том, что мне жаль эту страну. Очень жаль. И я не хочу, чтобы подобное получилось у нас. Поэтому мы должны адекватные силы консолидировать. Я молчал, пока вот этот год был украинского, вот этого страшного, вот, ну, самый разгар, там, Байдран, да. Я вот молчал, ничего не писал. Почему? Я вот, честно сказать, тоже ни разу не говорил об этом, да. Я, у меня так получилось, я суммарно на Украине пять лет прожил. То есть, это вот ещё в советское время отец переводом перевёлся в Симферополь. Вот, и я в Киеве четыре года прожил, там, год в Крыму я прожил, да. То есть, и я не понаслышке знаю, ну, реально вот этих ребят украинцев. То есть, я их очень люблю. У меня там очень осталось много друзей, очень много, да. То есть, и пока вот этот шоу, жёсткая часть вот этого украинского конфликта, он и сейчас не закончился, у меня натурально сердце кровью обливалось. Потому что можно быть укропом, можно быть ватником, да, но когда с обоих сторон градом мочат, блин, пожилым кварталом, понимаешь, я не очень понимаю, на кого там делиться. Потому что, ну, жизнь человека, она свесенная, да. Слав, ну, ты же знаешь, что есть такая пословица. Создаётся мутняк, и в этом мутнике люди, в смысле, скажем так, адекватные и всё остальное, они рубятся между собой. А есть люди, которые из этого извлекают определённую выгоду. Мы не будем сейчас там залазить какую-то большую политику. Мне просто по-человечески жаль Украину. Я в Киеве был, я очень люблю этот город. Вообще это кайф. Я там просто вот... Ну, я писал четыре года, я не могу. У меня, знаешь, как раз свели каштаны в Киеве, слой, и у моей прищёски изменилась. Вот, у меня там как изменилось, у меня высота, прихожу. Вот. Да чё, это для меня, это вообще, это Киев, это самая моя молодость, вот это студенчество моё прошло, да. То есть, это, ну, это симфония. И у меня, ну, мало кто знает, мало кто знает, вот, ну, я-то там прожил четыре года, да. То есть, я не знаю, чем это вызвано, но вот всё им показывают Верховную Раду, да. Там возле неё стоят, там, постоянно, ну, там, какая-то демонстрация, условно говоря. Но ничего не было ещё вот этого, ни Майдана, ни чего. Она там всю жизнь стоит. Вот никто не знает, но я вот в 92-м году, летом шахтёры приезжают касками, вот, с Донецка стучат, вот как раз, да, то есть, с Донбасса. А осенью приезжают студенты, давай, там, поднимите, там, денег, там, то-сё. В Найбре приезжают с этого, западенцы, западенцы, ганьба, 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 гать Верховную Раду, понимаешь? То есть, на самом деле, вот эти пять лет, которые, ну, вот я, например, там был, да, то есть, там, постоянно этот кипиш, но он просто никогда не переливался вот через вот этот край. Не проливали кровь на тот момент, а сейчас это произошло, к нашему большому жизни. Ну, что случилось, то случилось, есть такое понятие, да, в принципе, что на всю волю Всевышнего. Поэтому, как бы, это плохо, и мы всем сердцем болеем. Верующий человек? Я верующий человек, да. Но я верующий как? Я не придерживаюсь какой-то определенной религиозной конфессии. Я очень с уважением отношусь и к исламу, и христианству, и буддизму, поэтому верю в Бога, да. И этого я не отвечу. Не, не, вот больше конфессии. Поэтому наша основная задача не допустить подобного сценария у нас. Любыми способами это делать. Нам, наоборот, нужно объединяться и показывать, что у нас все в Казахстане будет замечательно. Именно от себя идти, очищать энергетическое пространство вокруг себя. Начнем с себя. Все, как бы, древние мудрости и наши предки говорили, что сила в единстве – это раз. И если ты хочешь победить, завоевать весь мир, победи себя сначала. Джихад – священная война, как многие, да, неправильно трактуют, на самом деле является борьба с собой. То есть в любом направлении, в любой религии эта война существует. В нас эта война есть, мы должны победить в первую очередь себя. После этого вокруг нас очень много чего изменится. Это по моему глубокому убеждению. Нет, ну это вообще и официальная версия, собственно, и ислама. То есть джихад – это действительно борьба с собой. Если кто изучал этот вопрос. Вот. Ну, слушай, прям очень хорошо, что ты эти вещи очень системно связаны, проговариваешь. И очень хорошо, что у тебя есть, ну, четкая взвешенная позиция по вот этим вопросам. Ведь, несмотря на вот всю трагедию Украины, да, но она, вот, грубо говоря, всему СНГ показала, чего бывает, когда заигрываются в либеральность вот в эту, да, и на Майдане-то стояли нормальные ребята. Вот эти, не могло 200 тысяч там правосеков, допустим, стоять, так не бывает. То есть там, ну, вот у меня друзья стояли на Майдане, да, ну, потому что действительно, ну, народ что-то там хотел поменять, да, но картинка-то потом, смотри, что поменялось. Ты знаешь, я ценю людей с разносторонними, что называется, взглядами на жизнь. В том числе, как бы, я общаюсь с ребятами Западной Украины, которые себя позиционируют, как украинские националисты. Даже они сейчас удивляются, откуда и что, и где, и откуда все эти люди. Мы, говорит, всю жизнь свою идеологию отстаивали, да. А вот эти вот сейчас кто повылазил, мы, говорит, не знаем, ну, это вот за что купил, за то и продаешь, что надо. У меня лучший друг тоже, вот, с Ивана Франковского, куда еще, в Западе, но он сидит, правда, сейчас кто-то по-своему решил вопрос. Хороший парень. Я, знаешь, вот, очень хорошо, что об этом мы тоже говорим. Ну, давай дальше пойдем, вот, еще немножко давай, а то и Казани поговорим. Вот, я знаю, что это очень большой ивент, там порядка трех-четырех тысяч, да, вы собираетесь. Ты знаешь, в этом… Давай так, давай просто вот расскажем, кто вот вдруг, все-таки хочется, да, чтобы на такие мероприятия наши люди ездили, да. Просто это вот пускай будет на правах рекламы. Расскажи вот побольше, вот, что в этом году будет такого интересного приклада. Давай, знаешь, как, немножко о той Казани самом. Есть ошибочное понятие, я просто, я читаю комментарии, смотрю, если я вижу, что комментарии неадекватные, я на них не отвечаю, уже, как бы, хочу жить в гармонии и позитиве. По силу той Казани, это не прийти и пожрать, он гораздо дальше идет. По силу той Казани, это единство народов, как я уже сказал. В маленьком масштабе люди должны увидеть, то есть в этом году нас поддержало молодежное объединение «Жар-Сым». Это молодежное крыло Ассамблеи народов Казахстана. Нас поддержали, значит, несколько этническо-культурных центров, которые будут выставлять свои национальные блюда, национальные костюмы. Люди должны знать, что это такое. Но во главе угла стоит наш бешфармак. Той Казан призван, вот, как бы, недавно буквально мы разговаривали на эту тему, ребята пишут, раньше был Той Казан фестиваль казахской кухни. Почему в этом году вы поменяли фестиваль кухни народа Казахстана? Я объясняю, национальности много, а народ один. В любом случае, как ни крути. Поэтому мы должны идти именно от этого посыла. Поэтому Той Казан, это, скажем так, такая правильная и грамотная тусовка, когда люди собираются и решают все свои вопросы за Дастарханом общим. Поэтому мы туда приглашаем очень разные, скажем так, направления. Есть ребята оттуда, оттуда. Как вот раньше Курулта казахи проводили, заходят в юрту, мечи, щиты и копья, все складывают, садятся и вместе, в смысле, общаются. То же самое должно происходить и здесь. Эти мероприятия нужно проводить. И здесь именно посылом не развлекалово, тупое, там, чревоугодничество и все остальные, да, эти вытекающие. Нет, это именно правильная тусовка, которая направлена на объединение наших народностей. Вот. И мы хотим Той Казан сделать вообще общегосударственным праздником в итоге. У нас это получается. Каждым годом он приобретает все более четкие какие-то очертания. У него вес нормальный, у него, то есть, знаешь, это не какое-то вот такое, ну, как шаблонное мероприятие, да, которое вот мы проводим, вы там типа ходите. То есть у него вот какой-то, я вижу, я просто сам 15 лет последних занимаюсь организацией ивентов, да, и я чувствую, у него есть жизнь в нем и есть энергетика. И я вот врать не буду ни разу не был, да, то есть я по нем из фейсбука слежу, да, но я вижу, что там, как сказать, внутри, да, вот, я почему вот мне всегда было посмотреть на этих ребят, кто организовывает это все, потому что там энергия какая-то есть, понимаешь, то есть я вижу, что его тащат, и у них какая-то правда есть. Потому что есть, если в мероприятии вот такое, ну, грубо говоря, что люди должны по доброй воле туда пойти, да, еще и билеты купить, вы же билеты продаете, знаешь, у него какая-то правда должна быть, то есть иначе они не придут, хоть там зарекламируйся. Ты знаешь, Слав, если бы была возможность обходиться без покупки билетов, мы бы это сделали. Билет по чем стоит? Билет у нас 3000 тенге, это доставка туда-обратно, 15 автобусов, понимаешь, это для чего делается, чтобы хоть какую-то часть приглашенных актеров, где-то там, именно транспортные моменты. А вообще зачем еще маркет происходит, если не секрет? Ну, у нас есть генеральный спонсор, в этом году это компания Бекер, вот, и наши личные средства, то есть, вот, да, мы скидываемся и проводим, то есть, мероприятие не коммерческое, ты сам понимаешь, 3000 тенге, ну, на сегодняшний день это, это... Не, на кассу в таких ивентах работать вообще дело неблагодарное. Поэтому, ну, смотри, а все остальное, у нас есть новое образование, которое все очень хорошо зарекомендовало, насеяли, опять же, это альянс ресторанов, меня туда ребята пригласили, я с удовольствием вступил. Они выступают, хотят показать именно свою продукцию, тоже ценовая политика, очень хорошо отрегулированная, 400 тенге-1000, то есть, на две штуки ты можешь пойти и попробовать всего разного. Мы в этом году отказались от кейтеринга, как было в прошлом, обслуживаем все остальное, потому что мы хотим как можно больше людей за ту же самую сумму, в прошлом году это было 5000 тенге, чтобы они познакомились с большим ассортиментом блюд и не сидели тупо, вот, сели и его обслуживали. Я смотрел вот эту программу, Бигнур Кисиков ее публиковал, там же у вас, ладно, у вас еда, да, это достаточно большим месседжем идет, но у вас очень много там всевозможных культурно-развлекательных еще. Совершенно верно, в этом году программа вообще будет нарядная, нас поддержал Нурлан, Амдули, Насалбек, Инсейпов, Маджиков, Номац, ребята, которые... Это все за 3000 тенге ты получаешь. Они поддержали нас на безвозмездной основе, в основном, основная масса, понимаешь, поэтому как бы они алматинцы, они являются частью нашего общественного движения, многие из них, и у них посыл тоже очень чистый, поэтому, как ты говоришь, у фестиваля есть душа. Если мы, как только мы переведем это в коммерческую плоскость и будем брать билет 15 тысяч тенге, хотя, ну, один Нурлан Абдулин собирает, сам понимаешь, какие-то моменты, а он именно поддерживает нас вот так, потому что это человек с правильной гражданской позиции, и поэтому у фестиваля есть душа. Как только это перейдет в коммерческое русло, поверь мне, это сразу все зато. У нас был же отличный, шикарный фестиваль «Алматы – моя первая любовь», и вот он, сколько, ну, первых там лет 8 он очень был таким, ну, я бы не сказал, что это была там душа всей Алматы, да, но, тем не менее, его люди очень ценили, очень уважали этот и в этот. Потом он куда-то вот мягко-мягко с Романом Карабаевым общался, он мягко-мягко схлопнулся, последний раз его сделали на трамплинах уже вообще, потому что, ну, при чем здесь вообще трамплины Алматы? То есть трамплины – это новострой, всю жизнь там его символом была вот эта колоннада, да, в санатории Аллатан. И потом, когда его запихали на трамплины, вообще, ну, не в кассу как-то это, при чем здесь трамплины? Ну, ладно, это моя, тоже такой мой тараканчик, там, маленький. Слушай, вот смотри, я тебе сейчас сколько лет? Я 76-го года. 76-го, это получается, грубо говоря, 38-39, да, как-то так. Вот, вот сейчас молодежь, я себя вспоминаю, я сейчас вот объясню, что я хочу от тебя услышать. У меня очень мало было, где брать и где понимать, как правильно выстраивать вот свою жизнь, да, то есть вот куда идти и чего делать. Это, как правило, особенно там мальчиков, девочек, мне кажется, всех волнует, так или иначе. Сейчас вот с этим целеуказанием путаница вообще вот просто непонятно. То ли, вот я разговаривал с Ильваном Каином, он говорит, а ты знаешь, Слава, что сейчас половина молодежь там Акимом или депутатом хотят быть, понимаешь? То есть сумятица вот эта вот в мозгах царит, и как бы я вот поэтому у таких ребят состоявшихся, да, я, знаешь, такой какой-то, ну, а-ля бота какой-то, да, такое, ну, как это правильно, да? То есть не то, чтобы наставление, да, вот что бы ты сейчас молодым ребятам порекомендовал, куда идти и что делать вообще, как жить? Ты знаешь, опять же, это мое личное мнение, сейчас происходит, то есть сам вот этот раскол, он идет гораздо более глубже. Просто там Украина, Россия или там Штаты и Россия или тот же там Китай, я не знаю, то есть мы в это сейчас не лезем. Раскол гораздо глубже. Идет, как ты правильно заметил, попытка была она подмены духовных ценностей, но все-таки сейчас начинается рассвет. Духовность начинает преобладать в людях, по-любому, как ни крути. Но самый темный час, как мы всегда знаем, это предрассветный, поэтому сейчас все это вот повылазило. Всякие там, посмотрите, Лен, педофилы, какой-то придурок там прыгает, девочку пинает, ну и все остальное. Все мы это знаем с вами. Поэтому сейчас очень важно придерживаться собственного стержня, идти именно по траектории, которая диктует сердце. Не надо стесняться каких-то моментов и быть реально, быть белой вороной, потому что через некоторое время вас будет уже двое, трое, четверо, и потом все это приобретет какую-то массовость. Для таких целей мы в общественном движении создали молодежное круво. Ассоциация войск ветеранов специального назначения, которая тоже подразделением у нас в общественном движении, создали два военно-патриотических клуба. Это нужно. Мы, как ты вот наблюдал, наверное, мы вывозили в 35-ю десантно-штурмовую бригаду ребят, вывозили мы в 10-ю отдельную бригаду механизированную. Ребятам нравится, пацанам нравится посмотреть. Что там, даже не пацанам, мужикам нравится. Знаешь, там танк, гранатомет поддержали. И на наших с тобой равенцев, они в армии не служили. То есть, для них это многое, это и в новинку. А ты вообще, было раньше такое, в советское время, что если в армии не служил, то это как-то, ну даже на работу плохо брали без военного билета. Сейчас то же самое. Без военного билета ты сейчас на госслужбу не устроишься. То есть, если человек не служил в армии, или там не имеют... Они сейчас понапридумывали всякую ерунду. То есть, сейчас есть альтернативная служба. 40 дней ты там, 260-270 тысяч тенгет и платишь. Что это блок-тур какой-то они служили? 40 дней служили, я не знаю, это хороший... 49 это хороший блок-тур в армии. Ну, видишь, тем не менее, то есть, в принципе, хоть какие-то деньги, там, государственную казну, хоть что-то человек туда пришел, парень молодой, он хоть на автомат посмотрел. Потому что ты посмотри, что творится на самом деле. Молодежь, она от этого далека. А когда начинаешь вести вот эти беседы, ну, глаза ничего не говорят, а за спиной говорят, да он говорит же этот, цапог там, бывших не бывает и все остальное. Нет, ну их и правда бывших не бывает. Но дело-то не в этом. Но сейчас ты понимаешь, но я считаю, это вот идеологическая недоработка наших властей. Я вот не побоюсь этого сказать, что авторитет на сегодняшний день нашего военного человека, да, то есть, ты видел хоть один сериал наш местный про военных, ты видел каких-то, ну, не знаю, звучные события, там, охромя парадов, там, с участием военных, да, то есть, нету идеологии, вот этой идеологии ты вспомнишь, что такое был военный в советское время. Это, ну, не знаю, все девочки Советского Союза мечтали выйти за офицера. Ты знаешь, ничего практически не изменилось в каком плане. Любая девушка или женщина в любом случае мечтает, чтобы с ней был рядом сильный мужчина. Сильный мужчина сам по себе, он же не рождается сильным. То есть, чтобы стать сильным, ему надо либо спортом заниматься, либо там, я не знаю, в определенных каких-то, ну, мужских компаниях действительно правильно общаться. А армия это было такое вот что-то нечто, когда ломается вот этот вот, как сказать, на определенном, вспомни, этапе всегда у подростка характер, он нестабильный. У меня там очень, вот, психика корректируется. Если это армия правильная. А сделали, ты вспомнишь, что было, какая была дикая дедовщина, все остальное. И это сильно людей отпугнуло. То есть, человек приходит с чистым посылом отдать долг родине, а тут его начинают там трамбить, там, и все остальное унижать. Поэтому он и, как бы, приходит, и еще десятирым скажет, не надо туда ходить. Ну, вот тут тоже на тему трамбить, да, на тему трамбить. Вот там, понимаешь, иногда люди лес за деревьями перестают видеть. Вообще, армия, что такое? Ну, как мне видится. Это люди, которые завтра пойдут убивать. Да, за родину, ну, в смысле, на самом деле, там, война, там, вообще, убивают, да? И когда тебе по морде съездили, да, я извиняюсь на минуточку, в смысле, завтра тебя ножом тыкать будут? Нет, не в этом дело. Ты понимаешь, это была создана специальная машина по дискредитации советской армии. Когда оно, да, оно переросло уже в какие-то, когда просто по морде, ну, это понятно, в любой мужской компании. Да, конечно, сейчас заяву пишут в любой. Ну, смотря... Нет, да, везде сейчас уже пишут. Сейчас, понимаешь, я не знаю, сейчас, по-моему, по морде не бьют уже. Ну, ты знаешь, нет, по морде-то и по морде, ну и что, ну, хорошо. Ну, во-первых, по морде тоже и с умом надо бить. Если ты с умом... В оригинале, чтобы следов не оставалось. Ну, даже если, ну, хорошо, ну, будет административная ответственность. Ну, я имею в виду, пойми, сейчас, если начать, действительно, людям это советую. Нет, ну, вот раньше там что-то не поделили, я же помню это, ты мне там сунул, я тебе сунул, все нормально, сели, поняли мы все, да? Пиво попили и разошлись. Да, пиво попили и разошлись, а сейчас там полгода по судам бегаешь, понимаешь, там доказываешь, что... Это, опять же, смотри, есть несколько моделей, да, допустим, развития общества, мы сейчас в чем-то берем и там, и сям, и у нас вот это информационное пространство, оно не защищенное. Мы даже последнее время в той же самой сети поделились на ватников и укропов, или как там их называть, но при чем тут мы, при чем тут Казахстан? Ну, давайте поделимся по-другому какому-нибудь моменту, я имею в виду, в хорошем этом смысле слова. Ну, очень сильно поделиться. Нет, я имею в виду, это всегда будет, ты же знаешь, даже живешь рядом с соседом, ну, бывают там какие-то трения, стычки, все зависит от мудрости, восприятия. И смысл в том, что этот момент надо как бы прокачивать постоянно, проговаривать. А мы берем информационное пространство незащищенное, берем за, допустим, основу что-то от америкосов, что-то от россиян, где-то от китайцев, и получается такой винегрет. И башкея получается вот просто бардак, вместо того, чтобы вспоминать традиции наших предков и их культивировать здесь. Вот в чем дело. А тут писать друг на друга заяву, это сам понимаешь, откуда это все идет. То есть, если раньше, вспомни, к этому это же цивилизация, если раньше вызывали на дуэль, это, кстати, очень правильная была такая тема. Он бы в фейсбуке ввести, да? А ты знаешь, ну, как ты фейка вызовешь на дуэль? Нет, ну, он бы не был фейком. Нет. Нет, если он по, извини, по дуэльному кодексу, он не может быть фейком. То есть, понимаешь, в то время так не было. Да в то время тоже было. Всего хватало. Просто те, кто на виду, да, а те, кто, например, там, из-под тишка доносы писали, ну, что-то греха отойти. Просто сейчас вот эта грязь, из-за того, что создалась некая иллюзия анонимности, она вылазит, понимаешь? Найти-то можно что-то. Можно. Это же обманчиво, я так считаю. Тем не менее, видишь, те, кто знает, что найти можно, они так не делают. А те, кто иллюзию эту сохраняет, ну, продолжают где-то что-то. Ну, ничего. Я всегда, знаешь, меня что-то там много, там, и ругали, там, или что, это там, на минуточку, там, я не знаю, 175-я программа, да, то есть моя в интернете, их много как-то снимать. И в каждой, все говорят, там, заткнись, когда заткнется, там, этот ведущий, да, там, уберите, там, этого быдла, блин, с кадра. Там, что-то я не читал про себя, ну, что? Но это, мне нравится этим заниматься, мне нравится с людьми разговаривать, понимаешь? Мне нравится слышать чужую какую-то правду, да, то есть, и я хочу ее и дальше узнавать. То есть, у меня был полугода перелив, я прислушался мне вот вообще дальше, я хочу этим заниматься, потому что, ну, я без души не хочу этим заниматься, да, то есть, вот я чувствую внутреннюю, свою потребность, я буду дальше говорить. Сейчас наступают такие времена, надо общаться, вот, как ты правильно говоришь, насадиться за Дастархан и проговаривать очень многие вещи. Конечно. Слушай, вот смотри, в 2001 году я поехал, полгода я катался в фэмили парке, я собирал музей военной техники. Вот все танки, самолеты, я привез. Ну, вот, я увидел тогда, что было в войсках. Честно сказать, мрак был бы. Понимаешь, там мрак вообще редкий. Я вот помню, в Талдокургане автоколонна советского значения, ну, вот, союзного значения была. Еле-еле заправляли командирскую УАЗик, мы, то есть, стояла вот это, тогда, там, допустим, там в Атаре, я видел там солдатики, вот эти, знаешь, там, ну, как чмошные, вот, по-другому не скажешь, там, знаешь, там метр с кепкой, там, ну, там, в Удугаче, там, в Учарале я забирал, вот, летная часть, я истребитель, вот, Миг-21 забирал. То есть, вертолеты летали, там, блин, раз в месяц, когда бензин дают, там, керосин дают, ты понимаешь, то есть, сейчас, вот, ты же, как бы, подключен, да, там, общаясь, там, с коллегами, там, офицерами, там, по службе прошлой, да, ну, короче, ты поболе, мы его должны знать, скажем так, уникального контента. Сейчас, что у нас с армией происходит? У нас с армией все замечательно. Вот, да. Я для чего... Поскольку зарплата офицера есть? Ты знаешь, я сейчас, вот, там все зависит от выслуги лет, я сейчас, честно, не помню. Ну, просто меня недавно гайцы остановили, Кость, вот, два сержанта, я, ну, как нам, все, в наши, все гаишники, там, боборы, ля-ля-ля, ну, пацаны, сколько у вас зарплата? 67 тысяч деньги, 30 лет пацану, у него двое детей, жена. Ну, ты не путай армию с ГАИ. Не-не, я ее не путаю, я к тому, что они тоже на дорогах, там, стоят. Ну, вот, смотри, мы для чего возим людей в армию? Не для того, чтобы там красиво тусануть и все остальное. Люди должны видеть, мы должны помочь родной армии показать. Они заходят сами туда, они разговаривают с солдатами. У каждого солдата сотка. Начнем с этого. Если ты слушаешь, да, ты слушаешь и помнишь, то есть, сейчас, например, готовить не какой-то там штатный повар, да, которого выбирают из сержантского состава, а компания, которая выигрывает тендер. Нормально. Да, клининговая компания моет казарму. В смысле, сейчас нет вот этих нарядов? Наряды есть, если просрочился. Я лично специально, я знаю, куда зайти. Я вот эти две ванны и картошки, блин, это жопа, блин. Ну, я ее не забываю. Накосячил, значит, отвечай. Нет, ну, в смысле, две ванны и картошки, это просто ты в наряд идешь. Нет, такого сейчас нету, только служи, служат всего год. Я специально, я знаю, куда заходить. Сразу заходишь в солдатский туалет, чисто, туалетная бумага висит, мыло жидкое, пожалуйста. В советское время, вот, чуть-чуть туалет тоже был, я извиняюсь, армейским. За счет чего? На битварином, блин. За счет чего? Сумными щетками. Вот, а здесь сейчас работа клининговой компании, понимаешь, и мы поехали не в какую-то там, да, мы были 35-я десантно-штурмовая бригада, это показательная, ну, просто десантура есть десантура. Мы поехали, значит, 10-я отдельная механизированная бригада, это Саразек. И причем, представляешь, человек 300 с нами спокойно погрузилась на автобусы и поехала отсюда. 300 человек вы привезли? Отсюда, да. Офигеть. Просто в смысле, вот, действительно, людям интересно. Их на танках покатали, развед, рота выступила там с показательным выступлением. Замечательные условия для служения в армии. Сейчас, говорят, надо взятку давать, ну, так, это, опять же, на уровне слухов. То есть, если раньше гасились от армии, то сейчас, наоборот, хотят попасть, чтобы служить. Тоже слышал, но не сталкиваюсь. Не-не, я, ну, это вот просто о многом говорит, на самом деле. Вот. Что если люди там пытаются всеми силами отдать детей в армию, то это, наверное, что-то там изменилось. Ну, изменилось, во-первых, много. На самом деле. То есть, там оттуда не вылазит военная прокуратура. И они прям ходят. Не дай бог у солдата синяк появился. Опа, так, откуда, ну-ка, пиши. И прям заставляет писать заявление. Поэтому. Сейчас непонятно, что за дедушка там, если это год служит, через полгода дедушка. В том-то и дело. Не вызревает деда их. Фактически ты учебку прошел. Да. Ну, так и получается. И получается, что все условия созданы. Не вызревают. Не вызревают. И я бы не знаю. Я вот смотрю, в армии служить все-таки нужно. И молодые ребята, пусть год, пусть он там за этот год не сильно научится, допустим, как раньше, в советское время это было. Но, тем не менее, это правильная тема. На самом деле, в любом мужском коллективе, да, они существуют, вот эти вот конфликты. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Если ты там по жизни, что называется, чмо, ты и будешь этим чмом и дальше. Но смысл в том, что вот, когда говорят, вот там такая, ну, нету дедовщины. Есть внеуставные там взаимоотношения. Но это не только в армии. Возьмите любую спортивную секцию. Все то же самое. А то, что, допустим, говорят, что там, ну, уровень суицидов, ну, он в среднем по стране вырос сильно. И нельзя в этом обвинять армию. Не, ну, мы вот разговаривали, вот недалеко, вчера я писал интервью, там половина уровня суицида. Вот Ольга Агапова, она занимается, значит, с наркотой там серьезно взяла бороться. Ну, представляешь, опиумосодержащие препараты, в аптеках банчут, без рецептов, без ничего, в любой там. Они идут, делают контрольные закупки. Вот она, ты почитай, Ольга Агапова у нее. Она видео снимает. Представляешь, за тысячу тенгет ты пять колес съедаешь этого препарата, это как одна порция героина. Это вот, это не на какой-то другой планете, а щи вчера в бафиге был. То есть, представляешь, сюжет КТК прошел, все, в интернете набрало 30 тысяч просмотров. Что ты думаешь, через три месяца, у тебя та же самая ситуация, вообще, блин, ад какой-то. Я, ладно, там, кризис, да, там, экономика, ну, то, что у нас в аптеках банчут, блин, наркотую в открытую, это вообще, для меня это шок был, блин, понимаешь? То есть, я вот специально не поленился, вот мы вчера записали, я выпущу на днях тоже это интервью, пускай почитают, пускай посмотрят. То есть, за три месяца не могут запретить, блин, до сих пор. А там ситуация очень интересная, что он не входит в группу, сам конкретно этот травмодол препарат, он не входит в группу запрещенных. И, по факту, не милиция ничего не может сделать, потому что они-то их поймают, а он не запрещенный, понимаешь? Вот, ни наркоконтроль не могут ничего делать, потому что он по кассе нигде не идет у них. То есть, они его контрабасом, он как-то заходит в КЗ, и вот так расходится, то есть, бывает, хозяйка аптеки, она не знает, что ее провизор банчет этой наркотой. А там деньги хорошие, что она, 10 упаковок продала, десяточку в день заработала, понимаешь? И, то есть, вот только они открыли с мужем клинику, вот это, ну, по реабилитации наркоманов, и они просто в один момент, они увидели, что вот сильно много поперлого людей, именно вот этих травмодолов, причем молодежи. Вот, и они начали выяснять, а что, где берете? А это покупают. Вот, ну, это ладно, это вот у нас целая программа есть. Значит, будь, в армию надо идти, слушать свое сердце. Я подытоживаю, еще какие пожелания можешь? Надо занимать активную жизненную позицию, и не надо этого бояться. То есть, это не значит, что надо идти и, например, там, орать, там, давайте, долой, провести все остальное. Жизненная активная позиция, это надо начинать с себя. Почистите себя, очистите свое окружение, начните что-то делать полезное, с элементарных шагов. Начнем с этого. Дорога в тысячу линей начинается с первого шага. И мы изменим мир к лучшему. Я в это верю, и как бы меня там не называли, и наивный, не наивный, я далеко не наивный человек, вынужден отметить. Но я убедился в том, что это на самом деле так и есть. Ну, это поверье ваше и воздастся вам. Ты понимаешь, это вот мысль же материальная, да? Совершенно верно. То есть, если ты ходишь там, груженый, там, всю жизнь грузишься, ой-бай-ой-бай, ну, у тебя и будет ой-бай в конце, понимаешь? Я честно скажу, я вот по жизни, да, много всевозможных там перипетий, наверное, там сталкивался, да, там это. Но именно поэтому я такой оптимист. Потому что я знаю уже конкретно, вот сейчас свой 41-й год, что любое говно, оно рассасывается. Есть одно говно, это смерть, как бы и то, непонятно, что говно не говно, там никто не возвращался, не рассказывал, да? То есть, я к тому говорю, что одно не может вот, ну, быть уже совсем, то есть, это окончательно уже не поменяешь. Все остальное, оно как-то меняется, корректируется, то есть, уж точно там, я не знаю, там, на 20 тенге подорожавший бензин не может сломить там позитивных людей, да? То есть, и тут вот я тебя поддержу, ну, а хорошо, а вот почему, ты мне скажи, почему у нас мало вот таких вот людей, как вот ты, да, там, есть еще ребята, но это мало людей. То есть, вот все сидят вот в этих зонах комфорта, понимаешь, никто ничего. Ты знаешь, на самом деле немало, это у всех накипело, именно накипел позитив. Я, еще раз, то есть, я привык оперировать, как бы, примерами из жизни, тот же самый сель, да, пришли вот наши девочки. Это женский клуб Алма-Ата, в частности, вот Бентонат Бесимбаева, там, Нургуля Лива, их много. Девчонки, которые вот на самом деле, плечо к плечу там стояли с мужиками. Несмотря, что там многие там, ну, вот опять же, сеть, да, по сети смотрят, Бентонат, она вся такая дама с собачкой, маникюр, педикюр, салон и все остальное. Но никто не повторил ее результаты в том плане, что 10 дней по колено в вонючей жижи, эта женщина там стояла и готовила солдатам. Понимаете? Поэтому момент такой, что этих людей много, просто они об этом не кричат сильно, но своим внутренним светом люди вокруг нее объединяются. И они становятся на самом деле, в смысле, и лучше, и чище, и все остальное. Поэтому, мне кажется, просто многие как-то боятся проявить свои истинные там чувства и о них заявить громко. Что скажут, что подумают и все остальное. Вот это еще один посыл. Не надо этого бояться. То есть все мы знаем, что белые это хорошо, темные это плохо. Но вот будьте белыми тогда и перестаньте там в интернете скулить, встаньте с дивана, поднимите свою жопу и что-нибудь сделайте. Тогда будет результат. Я просто, например, искренне сочувствую вторым половинкам таких мужчин, которые там начинают. Хотя на самом деле после моего вот этого поста по девальвации мне много начали в речку писать. Вот вы считаете нас недомущинами. Я же этого вам не сказал. Вам об этом написали в комментах. Но если вы хотите отсюда валить, валите тихо. Зачем вы, в смысле, об этом пишите во всеуслышание. Этого стыдиться надо, желание. А что будет, если завтра будет сложная ситуация какая-то? Это еще ничего не случилось. По большому счету. По большому счету разница в заправке, мы посчитали, ну тысячу тенге. Ну и? Не, не. Хорошо, да, доллар с ума сошел, он сорвался. Нет, давай так. Объективно, сейчас, допустим, бизнесмены. Да, ну сейчас реально народ начнет морщить. То есть, это вот очевидно. И это нифига, я вот написал тоже у себя в постели. Вы что, правда не догоняйте, что это так быстро уже не рассосет? Не рассосет. Вот, хоть вы там, блин, укричитесь. Да, то есть, знаешь, как там что происходит? Мне кажется, тоже вот они путаются. Что, когда вот шли вот эти сытые времена, хороший крик в Фейсбуке. И там реально министры боятся. Ты понимаешь, что там начинаются изменения, пренебразования. Но сейчас, вот здесь такая, кричи-не-кричи. Есть такое, в России где-то место было, я в книжке читал, место для стрелок называлось. Кричи-не-кричи называлось. Понимаешь, как интересно это в какой-то из книги. Данил Карецкий, если я не ошибаюсь. Так точно, вот. Понимаешь, сейчас, мне кажется, кричи-не-кричи. А что сейчас должно правительство сделать? Так оно и так полгода держали вот этот доллар. Так это непонятно, хуже делали или лучше. Понимаешь, уже давно отмучились. Вон, в той же вот России, да, ну это ближайший наш сосед. Понимаешь, там-то уже стабилизировалась более-менее эта ситуация. Когда в Москве закрылось за неделю 300 кабаков. 300 кабаков по Москве закрылось. Я же помню, это вот в начале года была инфа. То есть 300 кабаков гламурных вот этих закрылых. В Киеве еще раньше. Да, а в Киеве они еще раньше закрылись. Понимаешь, то есть, как сказать. Поэтому я тоже абсолютно на вот этих позициях. Надо немножко сейчас открывать мозги, мне кажется, да, и понимать, что ну как-то будет, ну я не знаю. Я конкретно для себя, я сократил сколько мог людей. Потому что, ну, я не умею им в конце месяца прийти и сказать, не смогла я, не смогла я, это я так не умею. Я поэтому собрал, сказал, народ, сейчас будет, еще в начале года, я это все в начале года услышал. Я говорю, сейчас будет жопа. Вот, мы работаем маркетингом, рекламой занимаемся. Это первая отрасль, которая сыпется всегда. То есть я говорю, я, как сказать, не смогу платить зарплату. Я не умею. Вот, то есть, ну, мои сотрудники, они в смысле не пропали, сейчас все там при делах, да, то есть, ну, потому что специалисты хорошие. Вот. Интересно, интересно, очень интересно. Ты знаешь, я не знаю, насколько это на камеру чувствуется. Я сейчас такую хорошую, такую светлую силушку чувствую сейчас вот от коллеги на соседнем диване. Я тебе желаю, Костя, искренне всяческих успехов в твоей вот этой очень многовекторной полезной деятельности. Спасибо. Вот. Таким ребятам надо точно говорить, прибудет, брат, с тобой, сила. Спасибо, Аслав. Спасибо. Взаимно. Больше чего еще скажешь.